Почему ты рекламируешь Хавал, а едешь на Пурше? Большой поклонник Марганштабу. За год получается больше 300 тысяч долларов. Тысяч, наверное, 5 долларов. Чтобы он помнил, что всё, что я делал, я по большому счёту делал для него. Почему не Тесла? Когда ты, по-моему, раз курил травку. Арсений Сеня Треноженко, чемпион мира в Counter-Strike 1.6, получивший популярность в составе Na'Vi, где играл вместе с Маркеловым, Зевсом, Стариксом и Эдвардом. Популярный стример на Твиче с аудиторией в 650 тысяч человек и Тир-1 комментатор турниров по CSGO. Трижин становился лучшим комментатором по версии Cybersport.ru. За трёхлетнюю карьеру игроком стал обладателем около 85 тысяч долларов призовых. Арсений является одним из самых медийных лиц в СНГ Киберспорте, а ему всего лишь 32 года. Добрый день, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков и сейчас мы находимся в городе Львов, Украина. Если Харьков ассоциируется с Зевсом, Львов ассоциируется с Сеней. Добрый день. Привет. Ну, на самом деле, не только со мной, с Дэнди и с Ёжиком. Есть такой фифер. Это Доты, а это Фифы. Не, мы канал про CSGO. Подождите, я не знал, что Дэнди здесь. Ну, видишь, могу познакомить. Блин, я вообще... О, кстати, открыл организацию в КСе, в V8. Да, в V8. Поэтому в какой-то момент, наверное, придется с ним записать какой-то ролик, потому что, может быть, результат у них будет хороший. Как ты вообще веришь в этот состав? Слушай, я верю в Дэнди, в его, скажем так, талант, во-первых, как игрока, который, наверное, может перевоплотиться во что-то большее. Да, то есть он парень ответственный, очень грамотный. И он, как бы, знаешь, набирая вот этот состав по КСу, да и по Доте, он не отталкивается от звезд. То есть он там не пытается найти суперпартнеров, сорить деньгами. Он очень грамотно, как мне кажется, пытается вложиться и взрастить какой-то молодой неплохой коллектив. Мы сейчас стоим на дороге, плитка, и сделал это все для того, чтобы можно было бы спокойно доезжать на Porsche Panamera гибрид Panamera 10. Ну не только на Porsche, но на разных машинах. Тут и соседи ездят, в общем. Тут теперь такая магистраль. Там, правда, дорогу надо еще сделать. Так это конкурент Борисовской трассы, да? Не плохо. Окей, сколько продолжительность ее? 165 метров. И цена вопроса? 20 тысяч долларов. Сколько надо стримить, чтобы заработать 200 тысяч долларов? Стримить много, и количество зрителей должно быть адекватно. Ну, наверное, несколько месяцев. Дней? То есть там, нет, несколько месяцев. Ну, может быть, если это Avalon, то можно пару дней постримить и построить сразу несколько дорог. Сколько времени это все строилось? Это все строилось 2, наверное, или 2,5 месяца. Мы просто обратились к ребятам, которые закладывали плитку непосредственно нас на территории. И они сказали, что могут это все сделать. Тут очень интересно все это так строилось. Сначала приехал трактор, все это разровнял. Потом таким крупным щебнем, все такими прям булыжниками, да? Такая подушка должна была быть. Потом мелкий щебень. Потом выставляли вот эти вот бордюры сначала. И потом один или два. Там несколько ребят в разное время. Каждый камушек потом вот отдельно выкладывали. Они слишком ли узко? Ну, две машины тут не разъедутся, конечно, но тут есть один съезд сверху. А если надо кого-то пропустить, там в теории сюда можно заехать. Тут просто растительность какая-то, но в принципе машина может съехать. Ну, узко, ну, чувак, понимаешь? Это же принцип дорог. Это же как вот нас всю жизнь воруют на дорогах. Ты знаешь, как воруют на дорогах? Вот, собственно, кладут асфальт, да? А у них же там масштабы не 160 метров, да? А там пару километров. И вот представь, если 160 метров 20 тысяч стоит. Ну, пускай асфальт чуть-чуть там дешевле где-то. Или хороший асфальт, наверное, сопоставим. И вот как бы краешек ты асфальта просто не досыпаешь, не доливаешь. И это уже миллион долларов. И на масштабе в несколько километров это миллион долларов. Соседи, они не вложили ни копейки в эту дорогу. Нет, я их даже не просил, если честно. Возможно, я себе там обратился, что-то их собрали, но... Можно, как австабан, сделать платную дорогу. Да, по билетикам. Не, ну, это же как бы, знаешь, самозахват. Какой фидбэк соседей? Пришел какой-то стример, играет в компьютерные игры? Ну, были люди, которые благодарили, да. Некоторые там, наверное, благодарят, но ничего не говорили. Ну, как-то так. Твои соседи в курсе кто-то такой? Я думаю, в курсе, да, но он так не показывает, что в курсе. Так, вот сейчас машина проедет. И мы поймем, насколько твоя дорога успешна. Смотрим. Сейчас остановится, остановится. Можно, пожалуйста, узнать ваше мнение насчет этой дороги? Она очень узкая. Очень узкая? А, хорошо. А вы часто здесь проезжаете? Были ли встречки? Были встречи. И как? Можно сюда спуститься? Куда именно? Ну, вряд, вряд. Ну, тяжело размножаться. Понял. Хорошо, спасибо. Арсений, узко. Фидбэк вражду любого. Еще раз я говорю, застелить вот здесь, но еще десятку. Да, нормально. Еще десятка. Человек просто едет, он как бы не знает, что это. Что это за личные средства, сделанная дорога. И, кстати, надо было спросить еще, ездил ли он тут раньше? Вопрос. Ага, смотри, ты уже как депутат разговариваешь. Арсений, в эту дорогу и ваш дом показывали несколько раз в своих роликах, на стримах. Это уже все знают. Приходят подписчики? Да, я вот когда-то приехал, не помню, правда, с отпуска откуда-то приехал. Или с рыбалки. И меня тут ребята ждали прям под территорией. А я еще с отцом приехал, отец не понял, что происходит. Какие-то школьники пришли. Я говорю, наверное, подписчики. В итоге там, да, попросили сфотографироваться. Но, кстати, редко. Спасибо большое, что никто не нарушает, скажем так, режим спокойствия. Хотя многие, в принципе, знают, где я живу, найти меня не так уже тяжело. Если что, адрес у вас на экране. Я серьезно, наверное, я записывал уже шестой или седьмой ролик подряд, когда забываю попросить поставить лайк. Ему скоро 34 года. Давайте 34 тысячи лайков. На этом остановимся. И не забудьте, понятное дело, подписаться на канал. Все забывают. Даже сегодня не подписан, потому что я в роликах не говорю подписаться. А почему ты не подписан был? Не, если честно, я подписан только на тех, кто меня просили когда-то подписаться или с которыми людьми у меня там... А, тогда я тебя прошу подписаться. Коллаборация была. Хорошо, обязательно. Все, договорились. Вот так надо со всеми, что ли? Серьезно? Поздоровайся, Боря. Он не понимает, что происходит. Куда тут Навика несут? Куда Навика несут? Это интервью он посмотрит через лет 15. Ему будет 17 лет. Что ты ему можешь передать? Если YouTube не вздохнет и интернет не закроется России, ну давай. Я хотел бы ему передать, наверное, большой привет. В первую очередь. А во-вторых, чтобы он помнил, что все, что я делал, я по большому счету делал для него. Ты называл на своих стримах фразу «сосать урода, сосать» неприемлемой и неадекватной, но продолжаешь ее рекламировать. Сосать! Урок! Сосать! К примеру, у тебя он на донате и так далее. Почему ты это продолжаешь делать? Ну, во-первых, неприемлемой, неадекватной, будучи киберспортсменом. То есть, будучи таким официальным лицом, тем более, ну, лицом, который принимает участие в международных соревнованиях. А как стример, типа, в этом, в принципе, нет ничего такого. Тем более, это уже какой-то мем, знаешь. То есть, это было в какую-то эпоху, когда это было нормально. И, соответственно, сейчас это как часть уже какой-то моей истории. Ну, и плюс многие люди меня за это помнят. Хотя, естественно, я как человек адекватный, воспитанный, понимаю, что это, ну, там, ни в какие ворота не лезет, если бы сейчас, например, кто-то это сделал. Ты уже достаточно лет в CS GO, в Counter-Strike. Через какое время она тебе надоела? Слушай, ну, вот гонять мясо, например, мне никогда не нравилось. То есть, можно сказать, мне CS надоел, может быть, где-то в нулевых, там, в середине или там в конце. Также и CS GO. Но если собрать хороший стак, зарегистрироваться на турнир и вот потратить время с попыткой победить на чемпионате, это совершенно... Мой Counter-Strike, он очень интересен. Реально интересен. То есть, ну, вот сейчас шоу-матчи собирали, там, Na'Vi когда-то, это было интересно. Там, когда-то с Impala эмиксы какие-то катал, это было интересно. Asus. То есть, вот такой Counter-Strike, он тебе не может надоесть вообще никогда. Потому что это соревновательный Counter-Strike, и вот эта составляющая, она очень увлекает. Тебе хочется круто, во-первых, сыграть, набить стату, грамотно сыграть и так далее, плюс победить командой. А вот такие, конечно, игры, которые у меня на стримах часто, какое-то мясо, это неинтересно. Минусы комментирования. Что тебе не нравится в нем? Изобилие турниров. То есть, очень много чемпионатов одинаковых с теми же командами. Соответственно, команды играют так же. Не успевают нормально подготовить те или иные карты. То есть, например, вот даже сейчас простой пример. Na'Vi выиграли на турнире, да, ESL Pro League. Стартует Blast. И мы уже понимаем, что у Na'Vi будет хреновый оверпасс, у Na'Vi будет хреновая инферно. И если они что-то добавят изменения, то чуть-чуть. То есть, глобально у них ничего не получится. То есть, эти карты у них будут по-прежнему страдать. А раньше, из-за того, что перерыв был месяц между турнирами, там, 3 недели, 4, то есть, ты успевал проиграть турнир или отыграть его как-то, чуть-чуть отдохнуть, потом реально подготовить те карты, которые ты хреново играл. И приезжал на турнир, играл их по-другому, и как бы никто о тебе толком ничего не знал. Спасибо большое спонсору KSFL за то, что спонсируют такие ролики. Напоминаю, KSFL это тот сайт, где вы можете закинуть рубли и играть на скины. В итоге, вы можете забрать только скины. Там есть три режима игры. Это Crash, G-код и колесо. Самое мое любимое это колесо, потому что там есть X2, X3, X5, X20. То есть, возможность подняться есть в 20 раз. Если что, я оставлю промокод в описании этого ролика на очень большое количество активаций. Такого я больше не делал. Поэтому воспользуйтесь и попробуйте свою удачу. Ну, а мы идем дальше. Так, нас встречает большой дом. Сколько квадратов? Ой, всего дома, наверное, 500 квадратов, а может чуть больше. А сама территория? С гаражами брать. Соток, не знаю, 20, наверное. Дом был раньше разбит на две как бы части. Два гаража и как бы все симметрично. Потом мы его сделали, разбили на три части. В одном живу я, в одном живет мой друг-сосед. В моей квартире, которую я ему сдаю. И одна квартира не сделана, она принадлежит моей сестре. И она, может быть, когда-то въедет. Сколько обошелся в чеке этот дом по территории и по квадратам? Трудно сказать. Просто как территория. Трудно сказать. Когда-то его покупал мой дед за какие-то сумасшедшие на тот момент деньги. Может, 100 тысяч долларов. Это 90-е, чтобы ты понимал. Это сопоставимо. Полмиллиона? Может, больше даже. То есть, это ж... Тогда люди там за доллар, за пять. Знаешь, как Евротур такой бы есть. Фильм смешной, комедийный. Там чуваку доллар где-то в Словакии дают. И он такой, да, боже мой, это доллар. Я сейчас типа пойду куплю. Увольняется, короче, с работы. Он работал где-то в гостинице. И там, в общем, говорит, что все, сейчас куплю всю свою страну. Десять центов? Ммм. Знаешь, что это значит? Я увольняюсь. Я собственный отель открою. А так трудно сказать. Ну, блин, много, чувак. Ремонт в квартире. Это в большой квартире. Наверное, 1080 сейчас ремонт стоит долларов. Потом там вот вся плитка, да, какие-то деньги высасывала. Но на протяжении шести-семи лет. Это ж, ну, вообще, надо быть, ну, там, каким-то супермиллионером, не знаю, игроком, например, нынешнего состава команды Na'Vi, так, чтобы взять и все сделать сразу. А так это потихоньку выстраивалось на протяжении 14-го года, то есть семь лет. Вот я просто когда-то сказал отцу, что типа, что там наш дом, давай его делать, как бы я вроде начал зарабатывать. И в итоге каждый месяц по две, по три тысячи долларов на протяжении семи лет. Ну, вот и считайте. Ты довольны же тогда там? Да, но жалко, что вот как бы когда у тебя большой дом, постоянно что-то ломается, и как бы вот процесс этой стройки, он не заканчивается. То есть если в квартире ты просто живешь и не паришься, да, то в доме такого нет. В доме должен, ну, или ты должен сам заниматься постоянно, там, где-то вода капает, где-то кран подтянуть, где-то там холодильник сломался. Ну, то есть чтобы ты понимал, там, вот у меня это четыре холодильника, да, потому что это дома, там, один холодильник в альтанке стоит, один холодильник в гараже, там, человек, который тут помогает мне следить за домом, там, храним всякие, там, для животных кормы, потом там у меня в квартире холодильник, у соседа холодильник, да, то есть потом там бойлеры всякие, там, солнечные панели, вот я увлекаюсь вместе со сом. Да, мы о ней сейчас позже вам расскажем. В общем, ну, короче, всегда надо что-то подкрасить, что-то сделать. Окей, ворота, Сеня, это была фишка твоих ворот, твоего дома даже. Выглядит реально сочно. Сколько это вышло в цене? Ой, я не знаю, но сами ворота, это, опять же, ну, все дорого, типа, там, несколько тысяч долларов, вот этот механизм надвижной. А вот этот круг, я не знаю просто, кто это разрабатывал, а мой отец почему-то, как бы, когда делал эти ворота, он оставил вот такой круг, да, и типа, что в этот круг вставить, как бы там семейного, какого-то семейного герба нет. Ну, да, дырка была, ну, нет, ну, как бы дырка была, чтобы что-то туда, как бы, вставить. Я говорю, ну, давай вставим мой логотип, вот у меня есть логотип. Я там обратился к своему помощнику, скинул там этот PSD-шку или как в каком-то там формате логотипы, в общем, и все. Ну, будет сочно, прям, как нужно. Магия, магия, Арсений. Так, истину магия, раздвижные ворота, шот. Ни у кого таких нет. Сколько ты жил в Москве и не видел такого, да? Да так, ворота нет. Только во Львове, только в Украине. Огромное количество солнечных батарей. И ты это все начал строить, когда еще это не было в тренде. Когда еще Илло Маск не знал, что такое электро. Скажи, пожалуйста, сколько это все выходит и насколько это выгодно? Все началось с того, что мой отец стал инженером, который проектирует большие солнечные станции коммерческие в Украине. И, соответственно, у него есть понимание по поводу функционирования солнечных панелей. Ну и в какой-то момент я просто ему сказал, ну, если ты специалист, давай как бы у нас поставим, у нас есть площадь. Будем на какой-то дистанции экономить свет, потому что света реально уходит очень много. Ну и он сказал, окей, давай сделаем. И вот, собственно, первая часть панели, это вот та стоечка огромная и на крыше. Какая из них в нове? Они одинаковые, это 30 киловатт. А вот сейчас мы поставили еще вот на крышу дополнительно над Машкой, над вольером. И вот эту такую пристроечку сделали над гаражом. И вот это самое новое. И, соответственно, общая мощность сейчас 45 киловатт. Чего хватает, чтобы полностью перекрыть потребление дома? Опять же, потребляем мы почему-то очень много. Я не знаю почему. Ну, видимо, потому что бассейн, потому что сейчас пор заряжается каждую ночь, каждый день. И, соответственно, он там потребляет в месяц 500 киловатт где-то. И каждое лето, начиная с весны по осени, мне еще государство компенсирует эти траты по так называемому зеленому тарифу, который действует в Украине довольно давно. И я потихонечку это окупаю. Но в моем случае купить, прямо купить, это выйдет только на шестом-седьмом году, наверное, функционирования этих панелей. Я люблю это дело. Оно мне приносит кайф, когда какие-то новые технологии у меня на крыше. И не только на крыше, у тебя еще и в машине. Это да. Пойдем посмотрим твою машину. Пошли. Porsche Panamera за 150 тысяч долларов. Очень интересный выбор, такого ни у кого нет. Это что? Что это? Это наклейка Navi мне кто-то подарил и решил наклеить. То есть колхозим, да, машину? Ну, это легко снимается тут, конечно. Расскажи, почему именно она? Слушай, ну, выбирал между BMW, Mercedes, там, какие еще марки есть. Maserati, например, да, хотел когда-то в детстве. Потом вспомнил, что у меня есть товарищ, который когда-то занимался продажей Porsche, работал в салоне. Я написал ему, спросил там про эту тачку, потом начал смотреть обзоры. Ну, и потом уже как бы вопрос отпал. Но при этом я понимал, что мне нужна будет машина, ну, там, например, не 911, да, там, двухместный. Как бы я при этом понимал, что у меня семья, ребенок там на подходе, да, тогда он был. Ну, выбрал Panamera, которая в принципе довольно семейный автомобиль. То есть есть 5 мест, там, есть куда посадить сына, есть большой багажник. При этом она довольно быстрая. То есть путешествовать на этой машине очень комфортно. Ну, мы, кстати, доехали до Львова именно на этой машине. Спасибо Арсению за бесплатную путевку во Львов. У тебя все в голове связано с экономией. Почему не с Тесла? Не с оптимизацией, не с экономией. Экономить на самом деле нет, а с оптимизацией, да, некоторых процессов. Почему не Тесла? Потому что на Тесле тяжело, вот опять же, доехать до Киева пока что. Потому что надо планировать поездку, надо обязательно где-то будет остановиться на час. И там ее зарядить. Опять же, все современные электрокары даже при самой быстрой зарядке заряжаются часто. Ну, как телефоны, да, мобильные. Вот мобилка, говорят, быстрая зарядка. Ты заряжаешь на 80% за 20 минут. А вот до 100% там, соответственно, уже падает скорость. И надо подождать там минут 40. Ну и, соответственно, там надо, значит, будет заряжаться, может быть, 2. Ну, скорее всего, до Львова доедем за одну зарядку, да. Но надо будет там дополнительные 40 минут где-то стоять. А я когда еду сам по работе, то заправки. Я был на трансляции Майнкаста, и в чате написали очень интересный комментарий по факту. Почему ты рекламируешь Хавал, а ездишь на Пурше? Слушай, а не много ли рекламы этой компании? Как это я не езжу на Хавале? Я всегда говорю, что я езжу на Хавале, на самом деле, в трансляции. А потом меня все подкалывают, типа, что-то... Ну, не подкалывают, говорят, что ты нам трындишь, ведь ты ездишь на Пурше. Слушай, ну, всем же понятно, почему кто-то что-то рекламирует. А Мазду, Хавал, кто у нас еще в киберспорте есть, из компании. BMW, Audi заходили в Астралис. И вышли уже? По-моему, да, по-моему, уже нет. Это очень плохо. Ну, автомобильные бренды то выходят, то заходят, кому-то нравится, кому-то нет. Тут же еще такой вопрос в качестве подрядчиков, с которыми не работают, да. То есть, там, присоединились к одной команде. По сути, что такое киберспорта на команде? Это же маркетинговое агентство, по большому счету, которое предоставляет услугу по рекламе. Вот, например, Na'Vi, мне кажется, они делают хорошую рекламу. У них, как бы, неплохо работает этот отдел, и все клиенты, которые с Na'Vi работают, наверное, большинство, они, наверное, довольны. А есть по-любому компании, которые продают что-то, а клиенту в итоге это не нравится. И у нее остается плохое мнение о киберспорте в целом, хотя это не так. Какие таблетки ты пьешь? Слушай, ну, кстати, вот недавно познакомился с этим сайтом iHerb, на котором можно кучу добавок всяких там заказывать. И там я что-то себе выбрал. Я, правда, вообще в этом не разбираюсь. Выбрал какие-то витамины себе укрепляющие. Там мне нравится состав этих биодобавок, там какой-то коготь, древнего тигра, там кора дуба, чем-то такое. Ну, если честно, стараюсь меньше пить таблеток, но не получается, потому что возраст он уже как бы обязывает. А если по факту, какие ты пьешь таблетки? Если по факту, конечно, что пью постоянно, то с печенью проблемы, то с жалчным пузырем, то еще что-то. У меня же когда-то были серьезные проблемы с пищеварением, буквально с детства. А потом все это переросло уже в лучшие мои годы в острый панкреатит, связанный с алкоголем, скажем так. Ну, вот алкоголь плюс плохое питание, это никогда на самом деле не знаешь, от чего конкретно у тебя произошел этот взрыв. И вот с тех пор как бы, ну, постоянно плюс-минус я какие-то таблетки для пищеварения периодически употребляю. Но, слава богу, все уже прошло, то есть я, как вы видите, по моим пухлым щечкам ем много. Навик, что ты там взял? Взял мои тапочки взял. Навик, отдай. Отдай. Давай. Навик, нельзя. Навик, это твоя вторая собака, она для дома. Да, это французский бульдог, моя одна из любимых породца. В детстве у меня просто был француз, он мне очень нравился, у нас была девочка, правда, в семье. А это кобель. Ну, очень такой любвеобильный вообще, таких любвеобильных псов я, если честно, еще не встречал. Вот он просто любит наручки, он любит, чтоб его гладили, чтоб его там, чесали. В общем, постоянно проводили с ним время, очень компанейская собака, очень. Какие у тебя были идеи по имени, почему именно Навик? Или у тебя изначально было? Ну, кстати, изначально он мог быть Борисом. Да, у Кошмаров. Да. Ой, Борькой. А потом что-то решили, да не, Борькой назовем. Давай ребенка назовем Борис. Да, будущего ребенка. Ну, хорошо, что не наоборот, кстати. Да, и в итоге его назвали. Ну, Нави, потому что, как бы, когда-то играл в Нави, делали Нави. Там, любимая наша команда Нави, вот Нави. А так, ласково Навик получается. Арсений, позавчера вы комментировали игру Нави, они победили Grand Slam, заработали миллион двести долларов. Какие у тебя мысли? Гордиешься командой? Горжусь командой. Ну, на самом деле, я не люблю вот гордиться чужими успехами, если честно. Наверное, горжусь своими успехами, успехами своего сына в будущем, да, если они будут, конечно. А тут, наверное, слово мне больше подходит «я рад». Я рад, что мои друзья-знакомые, моя родная организация достигла, наконец-то, таких фундаментальных успехов в КСе. То есть это не просто один турик в год или в полгода. Это три подряд турнира, плюс четвертый в Катовице год назад. Я, правда, не совсем понял, зачем этот Катовице приплетать к Grand Slam. То есть это не этот Катовице, который в Гамбиты сейчас выигрывали, а Катовице, который был хрен знает когда. И как бы там уже состав чуть поменялся, и уровень КСа совершенно другой. Целая онлайн-эра у нас прошла с тех пор. Но как бы этот Катовице зачтен, они выиграли этот титул. Это очень крутой профессиональный титул, но я все равно не считаю, что это круче, чем выиграть мажор. Потому что ты у любого школьника спросишь, он знает мажор, мажор, мажор знают все. Grand Slam только тусовка, которая шарит за КС, которая следит, которая разбирается. Плюс Grand Slam появился там последние три года. А на самом-то деле, если так посчитать, у нас были фнатики когда-то, которые тоже, если бы был этот Grand Slam, они бы его выиграли. Или там Физы наверняка из какого-то состава. Эскада, бразильцы в свое время тоже бы выиграли этот Grand Slam. Поэтому говорить, что вот только две команды были, и Na'Vi сейчас третья, ну Na'Vi сейчас третья команда, это как бы с одной стороны да, но нет. Потому что таких команд, в принципе, было довольно много. Считал ли ты себя самым слабым игроком в Na'Vi? Я не считал, я как бы понимал, что мне в плане игры до Егора Маркелова на тот момент, или Зевса Эдварда, или Старикса, да. Не то чтобы далеко, но я играю хуже, чем они, однозначно. Но я при этом четко понимал свою задачу в команде и, как мне кажется, с ней справлялся. Ну, понятное дело, что я играл хуже всех. Да, значит, я... Значит, если я играл хуже всех, значит, я кто? Самый слабый игрок. Но дело в том, что это в Na'Vi не так страшно, потому что команда настолько была крутой и сильной, что самый плохой игрок в Na'Vi, то есть я, да, там самый слабый игрок, это там средний уровень, другой тир один команды на тот момент. То есть, например, если сравнивать меня там с СК, да, там тоже были Форест Гетрайт, это был там уровень Маркелова и Эдварда, как бы наших звезд. Но при этом там был, может быть, Карн-капитан, который, например, в плане стрельбы хуже играл, чем я, например. Или там Трэд, например, нынешний тренер НИП, он тоже, как бы, тогда, по-моему, не был капитаном, он просто был игроком, и он как бы играл, ну, или как я, или хуже меня. Ну, короче, если сравнивать с другими командами, то я играл на уровне. Смотря на все, что происходило в 1.6, жалеешь ли ты о том, что ушел так рано состава? Я жалею, наверное, что я на CS GO забил раньше. То есть, в принципе, я мог бы поиграть еще где-то, получить удовольствие от турнира, от путешествий, возможно, бы я попал на мажор, там, ну, там с какими-то флипсайд условными, да, если бы я там еще играл. И тогда я мог бы потом уже забить и, в принципе, заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Но тогда, может быть, я не стал все-таки комментатором, аналитиком, и у меня не было своего ютуб-канала. То есть, тут никто этого не знает. Поэтому я, в принципе, не люблю это слово «жалеешь». Я когда-то себе, наверное, сказал, что не нужно ни о чем жалеть, потому что случилось то, что случилось, прошлого ты не вернешь, и глупо жалеть. «Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо», – писал когда-то Евсенин. Вот, собственно, такой у меня жизненный принцип. Именно Евсенин, неплохо. Как ты морально перешел из киберспорта в медийку, в стриминг? Как это происходило у тебя? Это происходило, мне кажется, очень трудно, очень сложно. Я, конечно, не знал, кем я стану, кем я буду, выгорит, не выгорит. Я вот помню точно, что я не хотел играть, я хотел только комментировать. Но как-то я запустил один, два, три стрима, увидел, что люди смотрят, что это стало приносить какие-то деньги, что, ну, там, условно говоря, неплохие на тот момент. И в итоге я все-таки стал стримить и очень много работал вначале. Потом по 12 часов в день минимум я работал. Какой у тебя был самый большой гонорар? Это был в киберспорте или в стриминге? За какое-то мероприятие, за какой-то турнир? Ну, самый прям большой. Я могу сказать, вот самые легкие деньги, например. Это там недавно буквально пришел с людьми, встретился, автографы раздал. До этого там анонс сделал, и мне заплатили деньги за это мероприятие. Там в Ocean Plaza это было, например, это такие простые деньги. Сколько? 700 евро. Час пофоткаться, сделать автографы. Да, встретиться со своей же аудиторией, провести как бы фан-встречу, которая, в принципе, мне тоже как бы нужна, потому что должен быть контакт с аудиторией. Но при этом это еще и оплачивает сторонний человек, сторонняя организация. Но плюс еще идет в комплекте история в Инстаграме, анонс, где учитывается Ocean Plaza, там это, да. Или там пост, по-моему, я делал тоже в Инстаграме. На Твиче я об этом говорил. Ocean Plaza покупает рекламу, чтобы ты приехал бы и пофоткался именно в этом торговом центре. Как думаешь, это реклама, она рабочая? Зачем вы это делаете в Ocean Plaza? Ну смотри, дело не в этом. Ocean Plaza, у них есть какой-то бюджет на какой-то маркетинг, да. Там реклама, я не знаю, торговому центру вообще нужна реклама. Начнем с этого. Заманивать людей скидками, наверное, в какой-то магазин можно. А можно проводить какие-то такие мероприятия. Но там, видимо, кто-то продвинул тему с киберспортом, что вот молодежь можно в торговый центр пригласить с помощью какого-то медийного лица. Они, наверное, заинтересованы в том, чтобы толпа выстроилась там у входа в Ocean Plaza. Вот события как бы. Но для этого им, конечно, нужно пригласить Моргенштерна. Ну, а Моргенштерну? Забанен украинен. Забанен украинен. Как жаль, как жаль. Хотел бы пойти на его концерты послушать. Конечно, я большой поклонник Моргенштерна. Какой это твой любимый трек? Я съел собаку. Для кого? Как он съел. Как зовут собаку? Машка. Я очень боюсь собак. Но она спокойная. Арсений, расскажите, пожалуйста, как вы обдумали решение покупки приобретения такой большой собачки? Слушай, ну тут опять же, когда ничего не было, тут были разваленные руины, которые приходилось почему-то охранять. Непонятно зачем. Ну, чтобы там никто не забрался, не знаю, какие-то бомжи там условные. Потому что тут было раньше предприятие моих родителей, оно как бы обанкротилось. В итоге денег не было. Как бы все тут было в полном хламе. И папе сосед принес щенка, овчарки там. И вот, собственно, тут она сразу поселилась таким маленьким клубочком. Здесь же выросла. И вот теперь уже 10 лет, даже 11, по-моему, скоро будет. У Машки охраняй территорию. Мы ее выпускаем часто, она тут бегает. Очень хорошая собака. Если сравнивать интеллект Навика и Машки, то у Машки как бы 200 IQ. Она бы могла в CSGO играть. А Навик, наверное, в Brawl Stars. Ладно, пойдем посмотрим, что ты построил. Это недавняя твоя постройка. Как она называется? Как ты ее назвал? Ну, идея была построить беседку, где можно было под крышей жарить мясо и сидеть во время дождя. Но в итоге стройка, как бы, видишь, немножко, скажем так, увеличилась. И мы сделали полноценный дом. Тут высадил елочки. Там одна елочка у меня пропала, но при этом... Что значит пропала? Погибла? Ну, что-то да, как-то не прижилась. Два-три месяца росла и как бы вот ее сестрички нормально впустили корни. А она что-то стала желтеть. Я пробовал спасти, но не получилось. Вот это все засыпали мы, соответственно, землей. Тут я высадил эту траву. Кстати, оцените газон. Я ее сам высаживал. То есть он, конечно, не идеален, как такие, знаешь, рулоны, которые покупают. Но я горжусь, что я вот сам. В общем... Так, ты построил дом, посадил дерево. Да. Вырастил ребенка. Ребенка еще не вырастил, но как бы... Чемпион Мира. Арсений, а в каком возрасте вы поняли, что вы стивили весь путь? Да нет, на самом деле это, знаешь, такая старая басня, которая никаким боком к современному миру не относится. Арсений, расскажите, пожалуйста, актуальную современную басню о том, что должен стивить мужчина. Да, мужчина, как, собственно, любой человек, просто должен, мне кажется, жить, радовать близких, свое окружение. Вот это, наверное, первоочередная задача. А все остальное, ну и самому, конечно, находить удовольствие от этой жизни. Жизнь коротка, конечно, и надо пытаться находить время, но какие-то радости. Слушай, так здесь можно было буткемп вообще устроить? Да, в итоге, видишь, получился дом, тут единственное, чего нет, душ. Душа нет. Там туалет, да. Может быть, там, опять же, к следующему сезону где-нибудь, там, добавим душ, там, где телек висит. Ну, как-то придумаем. Не знаю, может, нужен, тут не нужен. А так, тут мы собираемся часто с семьей, собираемся с нашей компанией. Вот там делается мясо, тут еще тандыр есть, мега удобное устройство. И если надо, опять же, там, человек гостеприимный. Вот, например, если тебе с ребятами сегодня ночью негде будет спать, ты можешь тут перекантоваться. Вот эти там диванчики мега удобные, они раскладываются, такой матрас получается. Так, бассейн. Сколько это все обходится и насколько это актуально, насколько ты часто пользуешься им? Слушай, ну, вышло это все очень дорого, потому что бассейны стоят почему-то дорого. Видимо, из-за отсутствия конкуренции какой-то на этом рынке. То есть там надо было сначала выкопать, опять же, огромную яму, провести какие-то подготовительные работы. Потом закупилась чаша, это огромная, которая сюда, она там приехала, автомобили, потом краном ее очень круто тут выставили. Потом оборудование куча накупили, там подогрев бассейна, очистка бассейна, там довольно новая технология. Он практически без какой-либо химии, этот бассейн. То есть, по сути, эту воду можно чуть ли не пить. А вышло, по-моему, 20 тысяч долларов или 25, там с этой плиткой, а потом накрытие. Вот как ты думаешь, сколько стоит накрытие для бассейна? 4 тысячи долларов. Откуда ты знаешь? Правда? По-моему, 5. Это же за косплей внеса было. Вообще мы на вытяжку потратили дохрена бабла. 50 тысяч долларов. А? 50 тысяч долларов. Откуда ты знаешь? Но все равно, опять же, вот, казалось бы, что такого? Какой-то материал, там, поле, там, что-то там, я все время забываю. И все, как бы. Почему это так дорого стоит? Объясни. Конкуренция. Да, у меня даже кажется, потому что это делают, как бы, одна или две фирмы, и то, там, может быть, одна где-то в Европе. Ну, там, в Европе, наверняка, много делают, но, которая сюда поставляет, и одна где-то в Украине, вот, собственно. И, как бы, это не то, что, там, кто-то обманул, то есть, я, в принципе, там, просчитывал бассейны с другими людьми, смотрел накрытия, просил просчитать, там, другие компании, ну, и, как бы, все плюс-минус говорили вот такую сумму. Но, как владелец бассейна, это как люди, знаешь, которые живут на море, они никогда не плавают в море. Вот я, собственно, человек, у которого есть бассейн, я очень редко плаваю в этом бассейне, ну, опять же, вот в такую, например, погоду, да. То есть, я, в принципе, плавал и плаваю, там, июнь-июль, когда во Львове реальная жара, там, по 30 градусов, это кайф, да. Вот бассейн в это время, это тупо кайф, все друзья приезжают, все рады, все счастливы. В принципе, все остальное время бассейн не нужен. Ты за легалайз? А, легалайз чего вопрос? Ну, я понимаю. Я, конечно, за легалайз, я за то, чтобы, ну, скажем так, употреблять ты мог, в принципе, все, что угодно, но чтобы, возможно, был контроль там среди детей, там, подростков и так далее. А взрослый человек, он, в принципе, мне кажется, может с собой делать все, что угодно. Это его право неотъемлемое. И, окей, если человек решил, почему нет. Когда ты последнее раз курил травку? Может быть, год назад, мне кажется, а может быть, полгода. Я не любитель травки, никогда ее не любил. Помню, в 16, по-моему, лет, когда это было где-то в ходу в моем окружении, там, пробовал несколько раз, но ничем хорошим это не заканчивалось. Ну, какой-то эффект просто затупо такой, я себя чувствую всегда таким, знаешь, апельсином в кожуре огромной. И вот это ощущение, оно мне не нравится. То есть мне нравится все-таки контролировать процесс, да, то есть мне нравится какая-то трезвость. Когда последний раз пил? И на сколько часто ты это делаешь? Пил я очень давно, очень давно. Сейчас на какой-нибудь встрече, там, шампанское, глоток условно, что-то такое. То есть ты сейчас полностью в работе, не забыв про отдых? Не, ну так отдыхать можно по-разному. Именно про алкоголь и наркотики, я говорю, да. Про алкоголь и наркотики? Ну, стараюсь, конечно, не употреблять. Были ли у тебя когда-нибудь эфиры, комментирования, где ты был в нефрежном состоянии? Может быть, потравкой, может быть, алкогольным опьянением? Нет, такого никогда не было. Ты чего? Это, ну, это недопустимо на самом деле. Я слишком ответственный человек, чтобы позволить себе так себя вести. То есть, в принципе, если там, условно, какой-то тяжелый день, нет настроения, условно говоря, или там себя плохо чувствую, я просто так и пишу в своей студии, что я не могу сегодня комментировать, ищите мне замену. Но, может быть, это было раз вообще в жизни. Ты знаешь комментаторов, которые могли себе допустить возможность комментировать во время? Ну, конечно, знаю. И такие комментаторы есть. Я, конечно, не буду их озвучивать. Это их право. Но они, как бы, соответственно, не стали крутыми комментаторами. Они, как бы, на слуху, но люди же все прекрасно знают, видят и понимают. И, соответственно, такие комментаторы, они остаются, так сказать, тир-два комментаторами. Те ребята, с которыми я работаю регулярно и много, они, как бы, очень ответственные, серьезные люди, которые тоже всегда трезвые. С каким комментатором тебе проще всего комментировать, комфортнее? Наверное, с уха, потому что нас связывает долгие годы знакомства, игра в КС на высоком уровне. Мы знакомы уже, наверное, лет так 16-17. Но вообще я человек, который может найти общий язык, в принципе, с кем угодно. И я комфортно себя чувствую со всеми своими сокастерами. Чаще всего это сейчас Ленин, вот такой парень, с которым всегда можешь найти общий язык, поговорить о жизни и покомментировать КС эмоционально. Кван, тоже Федор, прекрасный комментатор. Мне кажется, он, кстати, очень недооценен. Если кто будет смотреть, скажем так, это интервью, обратите внимание, пожалуйста, на Квана, очень крутой комментатор, который знает игру и знает, о чем говорить. Таффа – это вообще легенда мирового киберспорта, отечественного комментирования. Чувак, чтобы вы понимали, 16 лет комментирует. То есть я вот там 3-4 года, ну уже я 6 или 7 покомментировал, но я говорю, что 3-4 года откомментировал, да, там, 14 года по 17, и меня уже вот так как бы это все это надоело, достало, потому что я понимаю, как про-игрок бывший, что как бы… Играть интереснее. Играть интереснее, да, скажем так, а вот это смотреть не всегда. А он как бы смотрит на это все, и я, честно, не понимаю, что он употребляет, чтобы так долго смотреть и комментировать этот КС. Вау, а это что у нас? Гостевой домик. Ничего один. Артемий, зачем столько гостевых домиков? Потому что я гостеприимный человек, и мне приятно, когда кто-то приезжает в гости во Львов, мы там, не знаю, жарим шашлыки, общаемся, а потом человеку не надо никуда ехать, он просто заходит, например, сюда и все, и может отдохнуть. Ну, это такое, типа, место, где можно провести одну ночь, две, три, пять. Хотя тут вот была даже супружеская пара, которая три или четыре месяца жила, и все окей. Пойдем, я хочу увидеть очень сильно твое рабочее место, Арсений. Я видел ролик париматч, и вы сказали, что это место вы не очень любите сами. Ну, на самом деле, зря туда вы хотите идти, если честно. Ну, да, давай пойдем к чемпиону мира и комментатору по CSGO, но не зайдем в рабочее место. Коврик Райза. Коврик, совместная интеграция. Сколько? Это массовая продажа или только у тебя? Нет, это когда ты Райза написал, давай разыграем коврики. Я думал, разыграю 2-3 коврика совместно Райзом, будет круто. Он говорит, ну давай, а сколько ковриков? Я говорю, ну вот столько. А, давай 50. Я говорю, ну давай 50, потому что я хотел на понт взять, чтобы я отказался. Я говорю, ну давай 50. Ну, пришлось 50 ковриков на косая долларов закупить. Серьезно? Да, разыграть. Ну, ничего, все довольны. Но что самое удивительное, чтобы вы понимали, вот потом на стриме, это же эксклюзив, как бы их купить нельзя, эти коврики. Так. Что с ним не так? Арсений, твоя комната реально какая-то странная. Да он приходит просто все время этот... А что он сейчас делает? Да морду чешет. А, так посмотрел в камеру. Арсений, расскажите про свой компьютер, какие там комплектующие? Видеокарты, процессоры и аппроектируют. Слушай, ну, кстати, могу бесплатную интеграцию сделать, да, ребятам из Telemart. Кстати, ты их тоже знаешь, я тебе их советовал. Тебе, кстати, собрали этот компьютер? Да, в ручке собрали, да. Я в прокачке должен отдать кому-то. Ну, видишь, и тут мне собрали компьютер на базе Ryzen. Очень крутая вообще машина. Появились ребята, которые захотели, скажем так, со мной посотрудничать, интеграцию получили. Взамен я получил системный блок на Ryzen с супер дорогой на тот момент видеокартой, но которые до сих пор, наверное, дорогие из-за дефицита. На, вик, на... О, она слушает больше... А, вкусняшка. А, вкусняшка знает слово вкусняшка. Арсения, вот так вот показали, насколько твоя собака тебе не знает слово вкусняшка. Ну и в итоге, слушай, при этом я обомлел, когда получил этот системный блок с распечаткой по разбивке в цене, чтобы ты понимал, комп стоит 3,5 тысячи долларов, это мой самый дорогой комп когда-либо, я даже не думал, что системные блоки могут так стоить, но это опять же из-за видеокарты, потому что видеокарта на тот момент была в супер дефиците, они её достали и соответственно продают по рыночной цене, а на тот момент она зашкаливала. Ты его купил? Нет, мне вот его собрали, подогнали, и я прорекламировал эту компанию, им всё подошло, они рады, я рад, и дальше продолжаем с ними иногда сотрудничать. Сколько ты за всю жизнь поменял компьютеров? Ой, трудно сказать, жизнь у меня компьютерная началась в 91 году, когда мне было 2 года, это был там 286 процессор так называемый, потом 386, потом 486, потом Pentium, а потом вот AMD, там AMD просто, потом AMD K6-2, потом там Athlon такой был процессор, потом Core 2 Duo Pentium, это уже в Navi играл, а вот я не помню, что было до этого ещё. Ну, короче, наверное, 10 процессоров я поменял за свою жизнь, считайте, каждые, наверное, 3-2 с половиной, 3 года. Так, там настоящая баня. Да. Надеюсь, не как бассейн, ты пользуешься её? Вот сауна, кстати, это намного практичнее. И лучше, сауна я пользую частенько, она, ну, реально делает тебя снова молодым. 20-30 минут посидел, ну, там, с перерывами, по 10 минут, там, 2-3 раза зашёл, в общем, и выходишь с другим человеком. Сауна – это, вот, всем советую, если есть возможность сделать баню, надо баню. Почему не Киев? Почему не Львов? В итоге дошли до трубочки. Эрик, почему не Москва? Почему не Киев, не Одесса? Почему именно Львов? Ну, потому что это мой родной город, здесь близкие, друзья, я здесь вырос, и я кайфую от этой архитектуры, ведь ты, как человек, который вот побывал, наверное, во всех городах Украины, видишь, что Львов чем-то отличается. У него есть своя специфика, и это круто. Мне предлагали кучу раз приезжать и в Киев, и в Москву, но я себя абсолютно не вижу в этих городах, и мне, ну, как-то там, не знаю, грустно и одиноко, мне кажется. Ну и плюс лучше быть первым парнем в деревне, чем в третьем городе, пятом городе, или как там говорят, ну, что-то такое. Тебя узнают здесь. Ты это слышишь? Ну, потому что... Это твой город. Потому что это мой город, да. Холодильник. У тебя их четыре. Это два или это один? Это морозилка и холодильник, слева морозилка, справа холодильник. Посмотрим, что же у тебя вот тут. Ой, господи, какая же странная ситуация. Ну, у проигроков, ты сам знаешь, какая обстановка в холодильнике у тебя? Настоящая семья. Ну да, видишь, следим за холодильником. Ну, йогурт и чё, молочка, там, не знаю, суп какой-нибудь, ягоды. Сувениры. И тут я вижу Порш и Пабг. Да, ну, это такая стоечка, которая у меня наполняется периодически разными подарками. Это было три года Пабгу мне прислали разработчики игры. Это молоток в виде фалоса мне бывший тиммейт подогнал. О, господи, я бы не заметил. Называется «ебать колотить». Бывший тиммейт по КСу подогнал со Львова. Какой тиммейт? Мало кто знает, это человек, который просто со мной еще во Львове играл. Ну так скажи, чтобы его кто-то знал. Ваня Тапок. Привет ему, если вдруг будет смотреть или кто-то вдруг его узнает. Это, кстати, человек, которому я рассказывал когда-то историю на стриме. У него была всегда цель попасть в лучшую львовскую команду. Он очень круто играл и вот в итоге он попал в эту команду, со мной вместе начали играть и буквально за месяц у него полностью пропала мотивация и он перестал играть в КС вообще. То есть вот человек настолько горел, вот у него была цель попасть именно в лучшую львовскую команду. Он в нее попал и через месяц перестал играть в КС. Надо ставить цель более глобальную, чтобы не перегореть на таком этапе. Да, да, более глобальную. Выиграть какие-то чемпионаты мира. Но у него все хорошо, он занимается бизнесом. Шапка – это подарок ребят из Казахстана, когда я был в Астане, по-моему, последний раз. Это их национальный головной убор. А Porsche – это, собственно, с машиной мне подогнали термокружку. И вот скрипка в виде Джека Дэниелса – это напоминание мне, что я когда-то играл на скрипке. У тебя есть скрипка дома? Да, есть скрипка дома даже. Покажешь скил? Да, могу показать. Твой друг – Даня Зевс Тесленко. Он создает проекты, бизнес-проекты. Почему ты не занимаешься такими же? Слушай, мы с ним довольно разные, мне кажется, по характеру. Он из тех людей, которые берутся за многие вещи, не боятся ошибаться, ошибается, обжигается, но потом снова берется и как-то это переживает, конечно, но не так легко. Я переживаю за то, что я делаю, мне кажется, сильнее, и это моя больше, наверное, плохая черта. То есть я скрупулезнее, думаю о всех проблемах, которые могут быть в процессе того или иного проекта, и в итоге у меня эти проекты погибают на стадии мыслей о них. А он как бы, ну типа, пацаны, готовы, делаем, давай делаем. И по ходу дела решает, не решает, как бы, что-то у него закрывается, что-то открывается, как бы, и, соответственно, ему это нравится. Магазин скинов, продажа ковриков. Ты занимаешься какой-то бизнес, идеями занимаешься. Сколько приносит сейчас магазин и сколько приносит сейчас продажа ковриков? Слушай, это все умерло у меня практически. Магазин работает, но я опять же отдал его практически своему знакомому продавцу, который там остался у меня последний. Он там мне что-то иногда отсыпает. Сколько? В 100 долларов, может быть, чуть больше, чуть меньше. В зависимости, там, удачный, неудачный. Но, опять же, я его там уже, ну, если ко мне обращается какой-нибудь подписчик, говорит, там, вот, твой продавец натупил, там, и так далее. Я, конечно, реагирую, пишу ему, мы решаем этот вопрос, где завтык, где не завтык. То есть магазин по-прежнему мой. Но я отдал его как бы на аутсорс. Я не контролирую этого человека в плане финансов. То есть я даже не знаю, может, он и много зарабатывает, а мне как бы об этом не говорит, но мне это, в принципе, уже не важно, потому что я рад, что... Человек работает. Я считаю, что если человек со мной когда-то познакомился и плотно где-то посотрудничали мы, то это не просто так. То есть, соответственно, я как бы помогу этому человеку в жизни, где ты... Это рабочее место. Я рад, что я создал рабочее место, скажем так. В лучшие годы, когда я прям плотно контролировал магаз, там, следил, интересовался, когда, не знаю, не было вот этих автоматизированных всяких, всех магазинов, потому что мой же магаз, он в ручном режиме, как бы. Человек должен дать объявление, дать скин, подождать, пока что такое, знаешь. Это такая, ну, старинка. Представь, это как сейчас на рынок пойти, там, хотя ты можешь в телефоне что-то купить. Но до сих пор есть люди, которые как бы не доверяют, не доверяют, им вот важно пообщаться, все уточнить, и, конечно, для таких людей важно, чтобы были такие магазины. Коврики, это, ну, как бы мы запустили, они есть, по большому счету печатается в Китае print, да, там есть контакт и продается с наценкой. При этом все там жаловались, что коврик стоит что-то 1800 рублей или 1700, ну, такой размер огромного. Он при этом очень качественный, на самом деле, я им сам пользуюсь. То есть я сам пользуюсь, мне очень нравится. Да, и, то есть в плане качественной программы, ну, конечно, есть конкуренция, ну, когда ты с заводом там HyperX или SteelSeries, то есть не можешь соперничать, естественно, у них будут, они дешевле, потому что объемы продаж, а, соответственно, эта цена, например, 1800 рублей, по-моему, да, мне сейчас коврик стоит. Она как формируется, там, мы за 1000 рублей, условно говоря, заказываем, 300 или 400 рублей отдаю я помощнику, который полностью регулирует этот процесс, ну, и я хотя бы 400 рублей должен сковораж получить, как бы, чтобы было, ну, хотя бы что-то. Ну, и, соответственно, вот отсюда эта цена. Вот, кстати, Райс недавно запустил свои коврики тоже, они у него вообще по 2500 стоят, как бы, но наверняка из-за того, что это Райс, они у него будут покупаться, никто даже не задаст вопрос, почему коврик такой дорогой. У тебя на стримах очень часто были акции, и они до сих пор продолжаются закинуть деньги, кто будет последний, в течение пяти минут получают нож. Сколько ты зарабатывал в пике за месяц с донатом? Нет, это не так, не так. Смотри, у меня эти акции появились чуть ли не первые на стриме. Мне даже Donation Alerts сделал одному стримеру кнопку розыгрыша за донат. Рассказываю эту историю. Ко мне написал подписчик когда-то, говорит, Сеня, ты вот мучаешься. Тогда же не было всяких сайтов с донатами, ничего не было. Люди присылали мне деньги как донат на WebMoney, и у меня был запущен Keeper, программа, и такие там звон монет. Я понимал, что не задонатили. Я открывал его Altables, я читал сообщения, короче, и все. То есть читал, у него не выводилось, я должен был сам читать все эти сообщения. Ну или на Kiwi, соответственно, просто. Сеня, я тебя на Kiwi задонатил, там прочитай. Я читал. Вот это был донат. И мне написал подписчик, говорит, я вот делаю такое приложение, как бы Donation Alerts будет называться, попробуй. И при этом он мне часто донатил, я говорю, а я сомнительно сначала к этому всему отношусь, потому что мало ли вдруг это какой-то мошенник, он же будет деньги принимать людей, будет их обманывать. Но все-таки пошел как бы на этот риск со своей стороны. И действительно все заработало, все классно, начал его развивать, развивать. И я стал им пользоваться, а так как я был тогда довольно крупный стример, один из первых, там уважаемый человек на Твиче, стали пользоваться этим сервисом, подключались, подключились. Ну и в итоге потом я узнаю, что этот программист продает этот сервис Mail.ru, прикинь, за огромные бабки. При этом он остался там работать, у меня с ним постоянно есть контакт в случае чего. И я разыгрывал ножи, а ножи опять же я разыгрывал по такой схеме. Вот ты говоришь, 5 минут провести, там не так немножко. Я выставляю, например, нож, он стоит там 10 тысяч рублей, к примеру. И я говорю, ребята, сегодня розыгрыш. И люди донатят, просто донатят, кто по 100, кто по 200, кто по 300. И я их всех записывал в таблицу в ручном режиме. То есть там Валера скинул мне 200 рублей, это 300 рублей. И потом, а, я записывал в таблицу, минимальный донат, например, 100 рублей, а Валера мне скинул 200 рублей. Я записываю Валеру, значит, два раза, потому что он 200 рублей. И вот так типа, а шок задонатил 1000 рублей. Я записываю шока 10 раз. И, соответственно, формируется список 150 слотов. Но у тебя, например, 10 слотов из 150, значит твой шанс выше. И, соответственно, потом я захожу на random.org от 1 до 150 и побеждает там шок, который 100 рублей за 1000 рублей. Но ты окупал всегда? Конечно, всегда окупается. И заканчивая эту историю, в итоге он мне написал и говорит, Сеня, а что ты вот так типа все это делаешь? Я тебе сделаю кнопку розыгрыша. И все. И он мне сделал эту кнопку розыгрыша. Она до сих пор у меня активна. Только у меня. И мне до сих пор... Только у тебя? Да. И мне иногда пишут люди типа, Сеня, а что вот у тебя есть? А у меня такой нету. Как это найти такую кнопку? Это очень интересная информация. Как найти такую кнопку? Я говорю, ну только у меня такая кнопка. Нужна ли такая большая зона, большой такой дом? Мне точно нужна. Я вот недавно читал какой-то комментарий на YouTube. Там чувак рассказывал косяки своего дома. И там люди писали, что вот на самом деле правильно, что вот метров 100 должен быть точно дом. Потому что там больше это нет. Там даже часто не бываешь в тех комнатах и так далее. А мне наоборот нравится, что есть куда походить. То есть реально в маленькой квартире... Ну у многих квартир может быть чуть больше, чем эта комната на самом деле. Так и есть. То есть эта комната там метров 35. А там однокомнатные квартиры, они там 40-45. То есть там условно, да, если какие-то стеночки поставят. Там душ, туалет. Комната. Тут какая-то маленькая кухонка. Это моя квартира в Киеве, примерно. Ну там да, может быть там чуть меньше, чуть больше. А тут как бы ты можешь пройти. Там вот этот велик, я иногда кручу педали. Там тут я там спину разминаю. И у меня такое бывает, что я никуда из дома не выходил, ничего не делал. И 8 тысяч шагов у меня просто набегает, потому что я там туда пошел, сюда пошел и так далее. Поэтому мне кажется, что однозначно надо. Что у тебя по весу и как ты занимаешься спортом? И в какой момент ты понял, что тебе нужно этим заниматься? Какой у тебя был максимальный? Ну вот у меня сейчас максимальный вес, потому что я съездил в Грецию и там непонятно, что произошло. Там что-то ел как не в себя. Там просто в Греции было смешно. Мы же ехали большой компанией. И, короче, я вставал, у меня был круассан всегда на завтраке большой. Я как бы ел круассан, я люблю круассаны иногда. Потом вставал мой друг и он делал себе яичницу. Он спрашивал, Сеня, будешь яичницу? Я ел эту яичницу. Потом приходила Ника и говорит, я тебе сделаю бутерброды. В итоге я ел еще эти бутерброды, а потом еще один друг вставал с девушкой и тоже делал яичницу. В итоге у меня так получалось, что я ел две-три яичницы на утро с хлебом. И, в общем, раздобрел. Но я думаю, сейчас я это займусь опять собой, сгоню. Потому что все-таки мы там футбол с пацанами играем два-три раза в неделю. Футбол очень сильно выматывает, много потеешь. И, как бы, если потом эти калории обратно себе не набираешь, там пирожок, условно говоря, не ешь на ночь, то оно как бы пропадает. Ну и в зал хожу. Поэтому, мне кажется, ну оптимально для меня вообще весить 85 килограмм. А сейчас ты? Просто у меня метр семьдесят шесть. Соответственно, если заниматься футболом, ходить в зальчик, то 85 я буду нормально выглядеть. А сейчас я, наверное, под центнер, да, около ста. Там, может быть, 98-99. И это, конечно, много, и это тяжело, и это чувствую. Вот я вот сейчас стою с тобой, я вот чувствую, что мне бы прилечь было бы неплохо. Потому что тупо себя держать тяжело. Скрипка моя еще школьная, детская, целая. Я играл очень неплохо и очень долго. Где-то восемь или девять лет. Она, правда, расстроена. Да. Вот это ре. Она нормально еще звучит. Ну, я так могу. У меня просто нота... Ой, струны не настроены, поэтому я на одной струне вам играю. А в каком возрасте начинал учиться? Ой, с пяти лет, мне кажется. Типа просто, если бы была еще струна настроена, то там, типа... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А так у меня на таля, и как бы и все. Не знаю, что я настроил. О, хорошо. И на этом все. Не, ну я бы сыграл какую-то песню, если бы композицию, если бы она была настроена. Какой у тебя уровень игры на скрипке? Как ты можешь его оценить? Ну, по десятибальной шкале. Ну, был... По уровню фейста, да? По уровню фейста, давай. Был на восемь. Был на восемь. По фейсту? А сейчас, конечно, на три с плюсом. Ай-яй-яй. Самый сложный момент в жизни, кроме того, что ты ушел в знания, именно в карьере? Слушай, трудно вспомнить. Ну, мы много команд меняли в свое время. Я, точнее, много команд менял. Керчнет, наверное, был тяжелый момент. Это команда до Na'Vi, год до Na'Vi. Мы три-четыре месяца играли вместе, у всех выигрывали. А потом меня кикнули, и я как бы пытался найти команду, куда нужно было встроиться. Ну, сказать прям, что это тяжелый, трудный момент. Что я прям с голоду умирал тогда. Таких моментов, конечно, не было вообще никогда. То есть всегда где-то выплывал, все было, в принципе, неплохо. Ну, болезнь в Крыму, наверное, был тяжелый момент. Но я этого не чувствовал, это чувствовали близкие мои родные. Я просто лежал и чилил, понимая, что все должно быть окей в любом случае. Но было физически трудно. Болезнь в Крыму? Да, в Крыму я попал в больничку с панкреонекрозом. Есть панкреатит хронический, есть острый приступ острого панкреатита. У меня случился приступ острого панкреатита, переходящий в панкреонекроз. Это когда поджелудочная железа умирает. И, соответственно, человеку нечем переваривать пищу. И из-за этого он как бы умирает. Вот у меня такой приступ случился. Меня лечили в Крыму, я был в реанимации. Но в итоге выкарабкался. Спасибо крымским врачам. Чем отличается нынешняя пруссцена от той, которая была при тебе? Ну, нынешняя пруссцена, конечно, более профессиональна. Наверное, более зажравшаяся, естественно. То есть все на крутых девайсах, все на крутых ПК, все, наверное, даже на автомобилях и так далее. Мы как бы были альтруистами. У нас не было зарплаты долгое время. Там до 2000... до Na'Vi как бы не было зарплаты. Только там... Может, у Зевса, Сэдвардом, Virtus.pro она точно была. Там и у Стариксова гейминга. Там как топ-1 Украины, и то недолго. А мы как бы просто играли за идею, за приз. Часто это был ящик пива, например, какой-то лан, что-то такое. То есть сейчас такого вообще нет. Сейчас все играют только за крутые призовые, только за деньги там и так далее. Какая у тебя была самая высокая зарплата в Na'Vi? Мне кажется, 1000 долларов или 1100 долларов была самая высокая зарплата. А потом... Вот опять же, почему мне было как-то легко уходить? Ну, не то чтобы легко, но я чувствовал, что я могу позволить уйти, например, в Na'Vi, да, и забить. Потому что мне сразу предложил Zero устроиться вот типа комментатором в Штром Студио, тогда это был будущий Рухаб, за 1500 долларов. То есть я не уходил в никуда, да. То есть было место для меня как бы, чтобы я мог продолжить заниматься киберспортом. Ну, уже просто с позиции комментатора. Задумывался ли ты когда-нибудь о тренерской карьере? У тебя был опыт в Pro100, но можно назвать это опытом или нет? Я задумывался часто о тренерской карьере, и мне кажется, из меня был бы неплохой тренер. Но дело в том, что медийная моя составляющая, она не позволяет мне стать тренером. Потому что тренер, ну, только может быть, там, Blade или какой-нибудь тренер, не знаю, в Фейзах или где-то еще в какой-то такой интернациональной команде, мега известный, мега богатый, он может нормально, хорошо зарабатывать, много зарабатывать. А тренер, например, вроде меня, который пойдет там, не знаю, в начале в Тир-2, например, коллектив, да, по нынешним меркам, он будет зарабатывать, ну, тысячу долларов, полторы, две как бы. И, соответственно, это даже не пять, это не тот минимум, в котором мы с тобой общались. Соответственно, может быть, когда-то, как я себе это вижу, да, когда киберспорт станет еще популярнее, и у нас появятся еще больше команды, там, условный, не знаю, Шахтер Донецк, Динамо Киев, какие-то футбольные организации войдут в это все дело, и им нужно будет человека, который как бы с опытом, да, и для них будет абсолютно не накладно платить большие деньги. Соответственно, вот в тот момент, наверное, я и могу стать тренером. Ты разыграл 50 ковриков Райза. Есть ли какая-то в этом выгода? Ты потратил тысячу долларов. Выгода в этом точно есть, хотя изначально я планировал просто набрать себе подписчиков на Инстаграм, ну, себе и Райзу обоюдно, потому что там была подписка, как условие, на его канал, на его Инстаграм и на мой Инстаграм. Но при этом же самое интересное, я запустил стрим через пару дней, и какой-то чувак задонатил мне тысячу евро, чтобы я ему дал этот коврик. Потому что этот коврик эксклюзивный как бы, и было условие, что его нельзя купить, его можно только выиграть. Я как бы говорю, ну, чуваки, соли нельзя купить, они не продаются. Но в итоге, так как он... Скамел или отдал жидкой? Не, ну, тысячу евро он задонатил, я все-таки сделал еще один. Сколько ты уже стримишь? Лет шестнадцать, десять. Слушай, первый стрим был, по-моему, в двенадцатом году, такой еще командой фановый, а потом уже с тринадцатого года на постоянной основе. Это до Твича была какая-то? Он 3D она называлась. До Твича была платформа, потом появился Твич на базе Джастина, я вот один из первых туда перешел. Сколько ты заработал с Твича партнерки за все это время? Ну, наверное, в среднем по косарю в месяц, до, там, девятнадцатого года, если, например, посчитать. То есть, там, пять-шесть лет, двенадцать тысяч в год. Ну, около ста тысяч, наверное, долларов заработал. За все это время на Твича? Да. Это без донатов, чисто с партнерки. А как работает система сотрудничества с Parimatch? То есть, ты их амбассадор, как и амбассадор HyperX. Да. У них и у них ты забираешь деньги. Да. И плюс у тебя за год или за месяц есть список того, что ты должен сделать. Три-четыре интеграции, три-четыре поста, три-четыре сториса, правильно? У меня со всеми партнерами всегда такой список, естественно, существует. Но из-за того, что со всеми у меня теплые, хорошие отношения, иногда я могу что-то не сделать. Мне это простят, например. Или я могу сделать с лихвой. И, соответственно, я им ничего не напишу и не скажу. Типа, я вот тут больше поработал. Дайте им, пожалуйста, добавку. Если взять париматч и HyperX в сумме, за год получается больше 300 тысяч долларов? Нет, конечно. Еще 300 тысяч долларов – это слишком большие деньги. Я не такого масштаба стример или YouTube-видеомейкер. Я же еще комментатором работаю. И ошибся в два раза? Ну, ты ошибся, может, раза в три. Ну, хотя тоже неплохо. То, что мы с тобой вчера в машине проговаривали, то есть просто появились, когда уже деньги, тогда ты стал к ним легче относиться, проще, и они тебе перестали приносить радость и, соответственно, какой-то интерес. То есть мы брали в референс слова уха в ролике про vPlay. Могу сказать для себя и для зрителей, что деньги в жизни не главное. Хотя я помню, и я, опять же, это без наезда на ухо, что его зарплата, как комментатора, была, например, в RuHub не такой, как vPlay, да, и при этом у него двое детей, семья, супруга, и, соответственно, он тогда и сейчас заслуживает зарабатывать намного больше, по моему мнению. И сейчас, слава богу, у него все хорошо, у него есть такая возможность. Ну и, соответственно, вот, возвращаясь к тому же видео с vPlay, он уже говорит, что деньги… Самое важное сейчас в жизни. Не важно, да. Но они не важны, когда они у тебя есть хотя бы на каком-то базовом уровне. То есть для меня сейчас, например, база – это обеспечение Бори, Ники, этого дома, да, и какой-то там вот этой стройки постоянной, небольшой хотя бы уже, да. Вот эта база. Тысяч, наверное, 5 долларов. То есть 5 тысяч долларов у меня должно быть каждый месяц. У тебя большой коннекшен с Navi. Приглашали ли тебя оттуда хостером? То есть гулять с командой на буткемп, с ними записывать медиаконтент и так далее. Приглашали? Слушай, ну я же когда-то работал, грубо говоря, у них и с ними, но потом у нас случился конфликт интересов, из-за которого как бы от моих услуг отказались, грубо говоря. Это связано с деньгами? Слушай, не напрямую. Ну, там 2 было причины. Во-первых, я стримил и у меня были определенные партнеры. У них другие партнеры. И, соответственно, там, где, например, букмекерские конторы не пересекались, ну, как бы, с одной стороны, я часть Navi, с другой стороны, как я могу рекламировать, например, другую букмекерскую контору. И так как бы, ну, там было много позиций разных спонсоров. Это одна причина. А вторая причина, я как их хостер должен был быть или нейтрален, или хвалить их везде и всегда, да, условно говоря. А я как бы у себя, например, на YouTube-канале говорил и называл вещи своими именами, и критиковал их раунды, и там, и какие-то задумки, да. Ну и тогда они играли не так круто, как сейчас, и были моложе, и они на меня обижались. И вот в какой-то момент эта обида, она, как бы, выплеснулась в то, что они, как бы, ну, не хотели мне со мной, как бы, общаться, давать мне интервью и так далее. А я, как бы, при этом у них сотрудник, да, работаю, то есть как они-то. Ну и вот было решено, что я больше не буду частью Navi. Что проносило больше удовольствия? Быть игроком как в 2010-м или как комментатор и плюс стример сейчас? Слушай, ну, это разные времена, вообще-то очень трудно сравнивать. Конечно, сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что было, насколько было круто. Я там моложе. У меня все классно со здоровьем, там, я ебашу в КС, с командой тренируюсь, путешествую по разным странам. А потом после побед мы ходим в кабаки, там, выпиваем пиво, водку и все остальное. И получаем от этого удовольствие еще и деньги. Еще и популярны невероятно. А сейчас, как бы, другие ценности. Сейчас стабильность, сейчас ребенок, жена, дом. И по-своему классно, сейчас классно и тогда классно. Просто это, ну, разное, разное. Хотя, наверное, всегда нам хотелось бы вернуться в молодость. Вот очень многие люди, например, мне кажется, не понимают, вот, ностальгируют, знаешь, вот, по СССР, например, сейчас. То есть, видишь, там, люди ностальгируют. Хотя, на самом деле, они не по СССР ностальгируют, они ностальгируют по своим молодым годам. И им кажется, что это было классно. А когда ты молодой, оно всегда классно, на самом деле. То есть классно, когда тебе 15-20 лет, у тебя в кармане 2 гривны, тебе этого хватает на маршрутку и на хот-дог, и тебе классно. И ты вообще не паришься, на самом деле. Будет у тебя завтра что-то или нет. А сейчас, когда у тебя 30, у тебя там, не знаю, на счету. Грубо говоря, 100 тысяч долларов. И ты думаешь, блин, а 100 тысяч долларов, это вообще нормально? Хватит тебе этих 100 тысяч долларов, если у тебя завтра ничего не станет, да? Что ты будешь с ними делать? Вот она, современная дилемма, так сказать. Как ты думаешь, а в чем секрет Na'Vi? Почему их медийка настолько высока по сравнению с гамбитами, которые были столько времени топ-1? Почему не Spirit и почему не Virtus.pro? В чем секрет Na'Vi? Секрет Na'Vi в результатах — это организации. И сравнивать, во-первых, Na'Vi с гамбит трудно, потому что гамбит в топе полгода, и еще когда-то были в 1.6, и там, может быть, по Lolo у них были неплохие результаты. А Na'Vi в топе Counter-Strike, например, уже на протяжении 11 лет, да, из 10-го по 21-й. Всегда в топе, всегда. Хуже, лучше, но в топ-5, в топ-3 там. Поэтому результаты этой организации — это и есть главный секрет успеха. Таких результатов не было ни у Virtus.pro, ни у Spirit, ни у гамбит. В чем главная проблема CSGO и как ее решить? Главная проблема Counter-Strike — в отсутствии инновационных обновлений. То есть в какой-то момент была запрограммирована хорошая игра. И этот момент не 2013 год, а именно где-то уже 2015-2016, когда игру доделали, да, пофиксили. То есть сделали реально ее такой, которой она практически сейчас является. И все. Изобили на нее. И это главная проблема. Да, там какой-то Danger Zone вроде как, типа, добавили, да, но это, может быть, для детей больше сделано было. И это, опять же, было интересно поначалу. Но, опять же, потом ее как-то доразвить они не смогли. То есть они ее сделали и сделали. Опять же, операции они выпускали в начале, да, это было классно. Но постоянно одно и то же, типа, ну, заскриптованные боты, как бы, и ты гуляешь, ну, это... прошу прощения. Поэтому не хватает этого всего. Если говорить о киберспортивных каких-то изменениях крутых, ну, добавьте внутри игры турниры. Но они не могут этого, опять же, сделать, потому что нужен античит. Упирается все в эту составляющую. И, например, вот Global Elite звание, да. 10 лет назад оно было тоже Global Elite, ну, 8 лет назад. Почему не сделать обновление в звании, там, не добавить X2 Global, X3 там и так далее, али очки, грубо говоря. Ну, очки добавили же, вот эти звания маленькие, как медалики. Ну, все равно, типа, нет, я к тому клоню, что вот есть разный Global Elite, понимаешь. И Global Elite может иметь, там, условно говоря, на Face эти 5 тысяч ела, 6 тысяч ела. А есть Global Elite за 2 тысяч ела. Но это же разный скил. Какой можешь дать совет людям, которые посмотрят этот ролик? Этот ролик посмотрят молодые люди, которые пытаются пробиться в киберспорт, которые пытаются стать комментаторами. Можешь дать им наставление, как себя не нужно вести, как тебя нужно вести, чтобы добиться каких-то результатов в киберспорте и как комментатор? Ну, слушай, прежде всего, мне кажется, надо оставаться человеком, невзирая ни на какую ситуацию. Но человеку, например, которого плохо воспитали, вообще трудно понять, что такое оставаться человеком. Потому что у каждого свое понимание человечности. Но, я думаю, часть зрителей поймет. Ну и также, если вы хотите чего-то добиться, надо гореть этой идеей и пробиваться в ту или иную отрасль, невзирая ни на что. Однако, однако, никогда не стоит забывать про план Б. То есть вероятность провала, она тоже довольно высока, несмотря на все твои усилия, которые ты делаешь. И, соответственно, для плана Б, конечно же, нужно иметь среднее образование, высшее образование. Вообще образование, да, я не говорю конкретно уже там про корочку, да. Но образование очень важно в нашем мире. Потому что без определенных знаний ты просто не сможешь найти общий язык с нужными тебе людьми. И, соответственно, у тебя вряд ли что-то получится. Спасибо. Спасибо, Шок. Спасибо. 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 Спасибо.